2018 год. Отяшевские гаишники избили инвалида. Подумали, что он не трезв. Приговорены к четырем годам условно. Февраль 2020. В патрульной машине умирает водитель. Его хотели сделать пьяным посмертно. Уголовное дело на гаишников завели за превышение должностных полномочий. Следствие продолжается. 2019 год. За взятки судят потомственного автополицейского. Каждый из этих случаев не исключительный, а очередной. Ставятся вопросы, связанные с необоснованным применением физической силы сотрудниками гаизма, с преследованием, с их участием в каких-то операциях, связанных с автострахованием, с возмещением ущерба, с подложными ДТП. Руководитель Следственного комитета Мордовии, подводя итоги прошедшего года, тоже признался, что госавтоинспекции в Мордовии не поддается воспитанию. Не иссякает поток уголовных дел в отношении сотрудников ведомства за взятки, мошенничества, превышения должностных полномочий. Строго наказывают одних, чтобы другим не повадно было. Но преступления не просто живут в стенах республиканской ГАИ. Они цветут пышным цветом. Пока, к сожалению, мы не видим коренного перелома ни в подходе к службе, ни в оценке. Вы спросите про ПРО, да, и в связи с привлечением к ответственности бывшего начальника ГАИ, стало ли каким-то кардинальным изменением. Я вот не вижу кардинальных изменений. Если за поведением ГАИшников за рамками уголовного кодекса следит хотя бы Следственный комитет, то от административной ответственности повелители полосатых палочек застрахованы. Автоюрист Александр Комодин объясняет, в чем разница между пересечением, например, сплошной для простого водителя и для инспектора. В том, что первый сразу виноват, а второй находился при исполнении. У них есть какие-то, скажем так, привилегии. Больше прав выходят. Из личной практики, то есть было зафиксировано несколько нарушений сотрудникам ГИБДД. Были предоставлены материалы видеозаписи. Было обращение непосредственно в МВД. МВД дает ответ, что проведена проверка, нарушений нет. Спецсигналы сотрудники госавтоинспекции имеют право включать только в особых случаях. Во время погони, например, или когда нужно срочно приехать к месту серьезного дорожного происшествия. На этих кадрах два инспектора ДПС, похоже, ошиблись с местом дислокации. По телефону им приказано быстро явиться на другую дорогу. Периодически они включают спецсигнал, чтобы ехать быстрее. Можно это считать спецзаданием или нет? Вопрос к правоохранительным органам. Кто у нас может наказать за нарушение правила ПДД? Сотрудник ГИБДД. Кто может наказать сотрудника ГИБДД? Вопрос уже остается риторическим. Бороться с дорожными неприкосновенными можно только атакой народных жалоб и видеодоказательств, считает Александр Комодин. Нельзя закрывать глаза даже на малейшее нарушение гаишников. Может быть, тогда и судебная практика в их отношении изменится. Сотрудники госавтоинспекции – официальное лицо правил дорожного движения в России, которое сейчас обезображено гримасой коррупции и безнаказанности. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова